Каждую субботу юные любители театра собираются в музей-заповеднике Горки и Ленинские. Путешествие в сказку начинается еще в фойе музея, где детей встречает сказочный персонаж-гном. Полюбившийся герой приглашает ребят на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок акриловыми красками. Каждый может попробовать себя в роли художника, разукрасить и забрать с собой домой нового друга. Я очень люблю рисовать. Я творческая личность. Мне показалось более интересным раскрасить не только котика, например, а вот белочку. Посетив мастер-класс и буфет, юные любители театра отправились в зрительный зал. Вместе с принцессой Пуговкой и червяком Сэром Уильямом ребята совершили путешествие по волшебным местам, помогая героям выбрать правильный путь и справиться с трудностями. Я просто знаю все, что им точно совершенно понравится. Все акценты, все их любимые какие-то приемчики, все какие-то сказочные моменты, которые будоражат их фантазию и воображение. Родители также приняли активное участие в спектакле. Вместе с детьми играли, пели и танцевали. Загадку вовлеченности взрослого зрителя в игровой процесс с персонажами спектакля открыл актер Дмитрий Шаров. Многих взрослых именно на этом спектакле, особенно мамы, хотя и папы тоже есть, просто просыпаются в душе ребенок. И я и сейчас наблюдал, и всегда это наблюдаю, что вдруг мамы начинают активно помогать. Если не мяукают дети, то мамы начинают громко мяукать, чтобы тоже помочь детям. Вот же мяу, тут нужно мяу говорить. Все верят в сказку. Задача артистов – раскрыть каждого ребенка и заставить фантазировать. Детям такой подход нравится. Они с удовольствием выходят на сцену и вместе со сказочными персонажами отправляются спасать мир. Они были в океане, перепрыгнули лодку, и еще их там нагоняли акулы. И я был овцой. Там было все веселое, там было все интересное, все дети там играли. Театральные встречи в горках Ленинских несут в большей степени познавательную функцию, развивая в детях творческие способности. Искусство рождает в душе ребенка особую атмосферу, учит добру и уважению, помогает созидать и чувствовать, развивая в сердцах детей любовь ко всему прекрасному. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok